Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дмитрий и мы сегодня продолжаем играть в Satisfactory. Это у нас третья серия. В предыдущей серии мы улучшили хап, и в этой серии мы улучшим его до пятого улучшения. 75 железных прутов нам нужно, 50 кабелей и 20 этих. Ну, то есть осталось два бетона, 15... 15... 45 кабеля. И, в принципе, ничего страшного и сложного в этом нет вовсе. Бетон делается достаточно быстро. А сколько мне его надо было? Мне его, по-моему, очень много надо было. Я только что прочитал, уже и забыл. А, всё, в принципе, вот он у нас есть. Давай мы положим туда бетон, чтобы о нём забыть. 50 кабелей и 75 железных прутов. Это у нас что? Это у нас конвейерная лента. Я в той серии думал, сидел всё, как работает правильно, вот эта вот панелька внизу, которая находится. И только потом до меня допёрло, что всё-таки делается она сама. То есть со временем, как ты только улучшаешь персонажа, как ты только улучшаешь хап, он берёт и приделывает туда новые предметы, которые, как бы, по его мнению, будут тебе необходимы. И я так понял, никак его изменить нельзя. Возможно, можно, но не будем в это вдаваться. Пока что нам это не нужно. Так, делается здесь у нас железная пластина. Из железных пластин можно делать прутья. Прутья делаются у нас из железных пластин. В принципе, чё мы думаем-то? И тогда нам нужен производитель. Если нам нужен производитель, производство, конструктор, конструктор... А, плавильня. Плавильня. Плавильня у нас стоит. Плавильня стоит. И получается нам нужно сделать не мастерскую, а... Погоди, 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 погоди. Нам нужен конструктор. Для конструктора нам нужно 3 кабеля и 2 пластины укрепленные. 2 укрепленные пластины делаются из чего? Укрепленные железные пластины делаются из 12 чего-то там, винтов, винты. Винты делаются из железных прутов. Ох, как сложно все делается, а? То есть по факту нам нужны слитки. А слитков-то у нас нигде нет, они у нас никуда не складываются. Но ничего страшного, я так считаю, не случится из этого. Железные прутья делаем сейчас. 20 штучек сделаю вот так вот. А, ну смотри, тут можно винты-то вообще-то... Винты делаются просто. Сколько там нужно для конструктора одного? Ой, не для конструктора, а для одной укрепленной пластины. Нам хватает для двух укрепленных пластин, как раз. И нужны еще кабели. Кабели нужно сколько? Я не привык. Я не привык еще запоминать, сколько здесь всего. 3 кабеля нам нужны. 3 кабеля. 3 кабеля у нас сделаться будут из того, чего у нас нет. Нужны медные слитки. Медные слитки. Подожди. Одного кабеля не хватает. Это прям закон подлости какой-то. Давай сделаем кабель. И постравим еще один конструктор. Главное, чтобы он стоял ровненько. Самое главное, чтобы все стояло ровно, потому что если будет стоять криво, будет некрасиво. Ну. Блин, ну кто придумывал здесь в этой... Ой. А, я вот так вот ставил тогда. Да? Вот, туда же полосочка. Полосочка рисуется, типа вообще отлично все будет. То есть как бы он все равно со смещением каким-то строится, я так понимаю, да? Но зато ему хватает всего этого. И смещение ему не мешает ничего строить. Ой, ничего это... Работать не мешает, короче. Вот как раз ровно конвейер в конвейер выходит. А здесь мы будем делать железные пруты. Пруты, пруты, пруты будем делать. У нас место здесь заканчивается. Я так понимаю, расковырять никак нельзя. Скалы вот эти вот поломать. Было бы очень хорошо, кстати, если бы можно было ломать скалы. Бетон есть. Не хватает железных как раз прутов. И не хватает одной медной... Как будто кто-то здесь рявкнул на меня. И одной медной проволоки не хватает. Но медную проволоку, ладно, я сделаю. Допустим. А, пруты тоже сделаю. Прутов тоже достаточно. Угу. Даже смотри, на два хватит столба. Только зачем они мне нужны два? Можно было бы здесь ставить как-то покрасивее, чтобы всё ровно стояло. А то получается как-то на муду, мне кажется, некрасиво. Такс. Линия электропередачи ставим... Ой. Так. Вот это вот делаем мы. А кабеля не хватает. Обидно, что в руках ничего делать нельзя. То есть вот я нажимаю на строительство, и ничего нельзя здесь сделать. То есть по факту, да, не получается ничего в руках делать. Вот в той же самой фактории можно делать всё руками. То есть там нет никакой проблемы сделать всё в руках. То есть, ну блин, реально, в чём проблема сделать в руках в медный кабель? Ну что ж ты их каждый день делаешь? Что такое? На, это просто так. Смотрим, значит. Мне нужен кабель. Кабель делается из... Из проволоки. Проволока делается из медного слитка. Значит, мы делаем слитки. Делаем проволоку. Да побольше. И делаем кабель. Кабель, ну, пригодится. Это типа как расходник. И получается, что... Он как-то не крути, да помо... Ну. Всё? Заработало? Или не заработало? К чему? Листья кончились? Нет, листья не кончились. Смотри-ка. Руды нету. Вот оно чё. Так, смотрим, как это работает. И работает ли вообще? Не понял. Твою-то мать! Обманулся я, конечно. А чё делается из пластин? Давайте чё-нибудь сделаем из пластин. Пластины же ведь тоже нужны. Правильно? Пластины тоже нужны. А из пластины чё у нас делается? Винты делаются из прутов. Укреплённый пластин делается из пластин. Больше ничего, по-моему, не делается из пластин. Блядь, я обманулся, прикинь. Ну, ничего страшного. Давай для меди сделаем ещё один этот... Переработчик такой же. Сломаем сейчас вот этот конструктор. Сломаем конвейерную ленту. Потому что она нам сейчас не нужна. Вот это тоже сломаем. И давай сделаем этот... Производитель... Не производитель... А... Чего? No power. No power. В смысле-ка? No power. А-а-а, листья кончились. Давай-то налево. Я же говорил, что они когда-то кончатся. И они, кстати, очень быстро кончаются. Там, так как потребление увеличилось, электроэнергии, правильно же ведь? А-а-а... Начало жраться не по-детски. А не по-детски это прям вообще в таких огромных размерах. Там прям вообще в секунду по одной листве уходит. И вот... Вот представь, вот сколько я сейчас листвы набрал, это всё на пару минуток хватит. Да, там не особо сейчас автоматизированное производство. И в принципе-то оно как бы не будет тратиться, так как я туда буду забывать класть, например, железки там, ну или что-нибудь ещё. А когда будет автоматизированное-то? Наверное, когда будет автоматизированное, тогда у нас уже будут... Ну, угольные какие-то там генераторы. Там же видели, да? В предыдущей серии уголь добыл, а его нельзя ничего сделать с ним. Потому что... Почему? Потому что там нет угольного генератора. Его можно класть в угольный генератор. И будет тебе счастье. Так, смотрим, значит, чё? Смотрим, значит, вот чё. 188 листвы. Вон там. Прям на раз-два улетает только в путь. Ааа, давай сделаем... Так. Производство. Производство. Особенная энергетика. Подожди. Мы, по-моему, добыли... Ой, добыли. Сделали какую-то хреноту. Которая... Которая... Подожди. Может быть, здесь что-то делается? Нет, здесь тоже ничего не делается. Может, в верстаке всё что-то делается? Нет, здесь только переносной бур. Погоди. Аа... Я же, по-моему, открыл что-то. Что-то открыл. Ээээ... Здесь майнер. Вот он открывается. Я понял. Всё. Понял. Вопросов нет. Нам нужно сделать... Нам нужно вот что сделать. Нам не нужны железные пластины. Нам нужно поменять вот здесь вот чертёж на железные пруты. Подожди, а он... А он убир... Я железные пластины-то просто не собрал. Может, там они были и они не сложились ко мне? Тупанул. Тупанул. Да, есть ошибочка, наверное, какая-то у меня. Ладненько. Давай. Пласти... Ой, эти пруты. Пруты у меня есть. У меня, знаешь, что есть? У меня есть желание сбегать куда-нибудь, да посмотреть, что там... Что там такого интересного может быть где-нибудь в какой-нибудь стороне. Ну, в какую-нибудь сторону сгонять. Просто, знаешь, просто походить, погулять по этому миру, чтобы, может быть, что-нибудь найти. То есть, я же ведь здесь не был практически нигде. Пойдём вон в ту сторону... Нет, пойдём вон в ту сторону, там вот воздушные шарики эти. Где воздушные шарики? Хотя я до них, наверное, сегодня не дойду вообще, не в жизнь. Наверное, по-хорошему всё-таки будет сначала из... Опа! Вижу какой-то песок, что ли, или что это такое. Наверное, пока что-то я не... Там что-то светится. Вон там что-то светится, я туда сейчас схожу. Вот там, где светится, я туда схожу. Потому что, ну, блин, ну мало ли там что-то интересное, что-то полезное будет. Что это такое? Песок? Богатая залежь известняка. Ничего себе. А зачем мне столько известняка? У меня его и так, вон, 235. Куда мне его в карманах девать? Нужно больше производителей строить. Бериловый орех. Листова, древесина. Это, конечно, очень здорово. Очень всё здорово. Ну-ка! На, на, на! Ну-ка! Тихо-тихо-тихо-тихо! Кто меня кусает? Сзади-то почему? Слёг, малый. Нифига себе, здесь сколько листва и цветочной лепестки. Вон что-то светится. Я хочу там посмотреть, что же там находится. Что-то сверкает. Зелёный энергослизень. Звуки такие издаёт, как будто он болен чем-то. Ладненько. Так, ну, энергослизни мы собрали. Я думаю, дальше нам идти никуда не нужно. Что-то он, по-моему, записал только что. По звукам было именно так. А есть здесь какой-нибудь, этот... На какую-нибудь кнопочку. Это что такое? Нет, это мне не нужно. Мне нужно что-то, что... Не-не-не-не-не. Здесь есть фонарик, но он мне не нужен сейчас тоже. Я хотел посмотри... Опа! Что это у нас тут такое? Опачки, опачки, опачки. Это чья-то база. Видимо, предыдущего человека, который здесь был. Ну-ка. А ты кто такой? Ага, давай, придумай еще. Пожарник. Жук-пожарник. Не-не-не-не-не. Ты не дури, ты меня сейчас убьешь же ведь. Инопланетные органы я собрал. Зачем они мне нужны, тоже непонятно. Это что такое? А, можно как-нибудь разобрать? Нет, нельзя разобрать, смотри-ка. Проволока, 306 штук. Ничего себе. Железный пластин, 27 штук. Ну, то есть, это просто, как бы, знаешь, место такое для того, чтобы собрать все, что здесь есть. Типа, вот они разбились. Вот, на тебе в качестве утешительного призра за то, что ты нашел грузовую капсулу. Батарея сломана, требует 40 мегаватт. 40 мегаватт. А, ну, в принципе-то, это не так много, я думаю. Можно же сюда, наверное, притащить это. Проводами, нет? Или здесь отдельный генератор нужно ставить еще? Ладно, мы запомним, что в этой стороне есть у нас что-то. Что-то, что может помочь нам что-то сделать. Пока еще неизвестно что, но, возможно, возможно, что-то оно поможет нам сделать. Ну, раз тут есть грузовая капсула какая-то, которая требует электричества, то есть это... Не-не-не, не кусай. Не кусай, если ты за мной бежишь, не кусай. Бежит. Дурило, блин. Хватит, я тебе не враг, я тебе не друг, я тебе не кто. Не кусай меня, отпусти. Успокойся, я тебя вообще не трогал. Такой... О, энергослизня вижу. Почему не собирается? Вот эта вот ягодка что не собирает, непонятно. Ладненько, хаб у нас вон в той стороне, я вижу много энергослизней. По крайней мере, один вон в той стороне, один вон там, вон светится. Думаю, они нам когда-то пригодятся. Кстати, может быть, их можно использовать в качестве биотоплива? Странный слизень, слабо излучающий странную энергию. Ладненько, ладненько, пусть излучает слабую странную энергию. Мы пойдем к меди сначала сходим, возьмем меди. Хотя нам нахрен эта медь нужна, если у нас сейчас куча-куча проволоки есть. В принципе, эта медь нужна только для проволоки, из проволоки все остальное, по-моему, делается. Но пусть будет, хуже-то не станет. А, нихрена хуже не станет. Хуже станет, потому что у нас места сейчас не хватит в инвентаре, я так понимаю, да? Ну да, все, место кончилось в инвентаре. Такая вот история. Вот набрали уже сколько, миллион всяких предметов. И все, и думай потом, куда их девать. Ну ладно. Сбегали, успокоили свою душу и можем спокойно сейчас приступать к... К чему мы можем приступать? А мы можем ни к чему не приступать. Давай съедим фруктиков. Органы инопланетных существ. Вот давай, экипируем. Пожрали и освободили один, этот, инвентарь. Цветочные лепестки в производстве ярких... Опа, электричество кончилось. 109 лепесточков, на. Что у нас тут делается? Нет. О-о-о, 86 целых прутов. Прутов 86 сделалось. Ну-ка-си. Давай вот сюда вот положим. И 14 кабелей. Кабели у нас делаются из медной проволоки. А медная проволока у нас... Давай сделаем кабель. Много кабеля. Не хватает места в инвентаре. Ну что ж я могу поделать-то теперь? Давай сложим вот сюда всю руду. Руду сложим и будем делать кабель. И сделаем производителя. Правильно, правильно. Конструктор нужно построить вот здесь вот. А нахрена именно здесь-то? Непонятно. Давай поставим пока вот здесь вот его. Не знаю, почему именно тоже здесь, но возможно на это есть какое-то объяснение. Вот до сюда, наверное, дотянется у нас линия электропередач. Так. Так. Все. Производить мы будем кабели. Кабели мы будем производить из вот половины... Стой. А, я поделился так просто. Я думал, он переложит. Все, кабели почти производится. Смотри-ка, вообще как все хорошо. Но мне кажется, у нас сейчас вообще электричество уйдет в небытие, потому что вот там вот листики только так улетают. Давай листиков пособираем. Ночь, не видно ничего. Фонарик сильно, лихт не помогает. Смотри, он вот светит. Он, конечно, далеко светит, но малоэффективно. Летающие вот эти вот дураки, они нам ничего не делают. Нас трогают только вот эти пожарники-жуки, и которые вот хвостатые. Из которых чешуя выпадает. Броня вот эта вот, броня. Броня. Мы идем, собираем листики, чтобы было нам чем заправлять наш ктилок. Чтобы можно было переплавлять железячки, чтобы можно было строить всякую шляпу, которая нам очень будет полезна в будущем. Возможно, и не будет полезна, но мы улучшаем хаб. У нас самая главная цель улучшить хаб. Правильно? Правильно. И если мы улучшим хаб, то... то... логично будет, что... мы к чему-то придем. Вот! Улучшение хаба. Улучшил хаб. И что у нас получается? Такой звук солидный, слушай. Заставка даже не меняется на рабочем столе. Поздравляем, вы разблокировали строение, буровую установку, уровень 1 и складской контейнер. Новый элемент хаба, дополнительный сжигатель биомассы. Угу. Десятая задача. Завершите улучшение хаба 6. Примечания? Примечаний нет. Хорошо, мы сейчас все сделаем. Улучшение хаба 6, я так понимаю, будет последним на этом уровне. Достройте хаб, достройте хаб. Завершите первую фазу космического лифта, космического лифта первую фазу, вторая фаза космического лифта, третья фаза космический лифт. Ёлки-палки, ты смотри, сколько здесь всего нужно будет сделать. Да, ну тут, в принципе, смотри, бетон, проволока есть. Проволоку сложим сейчас. Пластинки сложим. Бетон сложим и вот это сложим. Сейчас вообще будет все отлично. Нам осталось всего-навсего бетона немножко и вот этих вот... Как их называют? Прутики. Прутиков у нас нету больше. Почему у нас нет прутиков? А потому что у нас нет прутиков. Потому что мы... А это, кстати, все медь у нас, да, в этом? Да, это все медная руда. На, вы, железную руду пока перерабатывай. Я сейчас пойду возьму здесь кабели. Кабели у нас вообще вагон. Мы можем делать что угодно. Но нам нужен бетон. Бетон у нас будет делаться из чего? Выбор чертежа давай. Бетон. Бетон делается из известняка. Вот бетон нам нужен, по крайней мере. Хотя бы вот он полезный будет. Автосейв комплит, говорит нам игра. Дополнительный, говорит, сжигатель биомассы. У нас и на одного листьев не хватает. А биомассой может выступать только... Только листья или что-то еще. Или дрова я вот какие-то собирал. В качестве топлива. А, давай попробуем сложить туда дрова. Подольше, смотри-ка, подольше. Вот его надольше будет хватать. Давай деревья тогда это самое. Пока лупаем немножечко и будет вообще все огонь. Откуда я деревья находил? Слушай, не помнишь, нет? Я вот не помню. Их нельзя же рубить. Нельзя рубить. Откуда же я тогда деревья находил? 20 листовый, 20 листовый. Я вот могу лупать, сколько влезет дерево, но оно же ведь не выпадет, как дерево. Возможно, я откуда-то его нашел. О, что это такое? О, синяя что-то висит. Пойду туда сбегаю. Пока пусть там бетон производится, потому что нам остался только бетон, по сути-то, для улучшения шестого. Для шестого улучшения нашего хаба. Так, это что у нас такое? Листва и древесины. 3 древесины, 13 листвы. Что-то синее вон там я вижу. И я к этому бегу. Ну-ка. Ну, что ж такое-то? Ну, да ёлки-палки, ну как я туда забраться должен? Я что-то, наверное, не понимаю, да? Дурачок. Дурачок, куда ты прыгаешь-то? Прыгай, прыгай, прыгай. Ой. Ой. А что это? Подожди, а ты кто? Нормально. Нормально она травит. Не-не-не-не-не. Я понял, что это такое. Это штукенция, которая нас отравляет. Опа, нет. Я больше не буду. Не буду, не буду, больше, правда, больше не буду. Беги своей дорогой. Не хочу с тобой даже драться. Дереть орехи, какие-то орехи. А что с орехами делать? Возможно, у нас будет какая-нибудь плантация. Возможно, мы сможем что-то куда-то сажать. Но пока этого нам неизвестно. Уголь. Богатый залеж, говорит. Чё, не осталось ничего, что ли? Угля мы уже почти сотню добыли. И ничего толку от этого угля пока нам нет. Потому что у нас нет этого самого. Как его называют. Ну, который берёт и его перерабатывает. Бежим к хабу. Вот это... А, это скала огромная. Бежим к хабу, улучшать хаб. Скорее всего, я так предполагаю, там будет уже готовым... Что такое? Кончилось листва? Кончилось дерево? Не хватает электричества? Что такое? Дополнительный сжигатель тут есть. Да, точно, можно... А можно присопачить вот к этой... К этому... Четыре с четырёх присоединений? Я понял. Так, ну давай тогда столб построим, да и всё. Такой-то простой, конечно. Тридцать три бетона. Тридцать три бетона. Тридцать три бетона. Новая строка. Пятьдесят осталось прутов и тринадцать бетона. В целом это нормально. Это очень мало. И мы сейчас можем построить улучшение. Улучшение построить. Для хаба. Ничего себе. А, он весь известняк сожрал. Вот чё. Я думаю, он долго так делается. Всё, прутов нам хватает. Осталось тринадцать бетона. Мы поможем нашему производителю руками. Потому что он очень долго это всё производит. И три штучки, я думаю, он уже успел произвести. Пойдём улучшим хаб и на этом закончим. Отлично. Отлично. Уровень первый, не пусть, открылся. Нет пока ещё. Новый строение, новые детали. Поздравляем. Вы разблокировали строение. Космический лифт и сжигатель биомассы. Новая деталь биомасса. Ой. Мотивационное сообщение. Поздравляем. Вы успешно справились со всеми порученными вам заданиями. От лица корпорации FitSeat. Выражаю вам благодарность за уже проделанный и будущий труд на благо компании. Слушай, классная штукенция какая-то прилетела. Это, я так понимаю, космический лифт, с помощью которого мы сможем... Дополнительная информация в серминах хаба открыть доступ к целям. Цели помогут вам выполнять работу, не отклоняясь от одобренных FitSeat протоколов. Я так понимаю, мы сможем на нем куда-то летать. Примечание. Все будущие разработки, которые... А, должны быть направлены на построение космического лифта и инициализацию проекта сборка. Удачи. Мы сможем на какие-то другие планеты, что ли, этим космическим лифтом летать или что? Я так не понимаю. Ну, наверное, да. Давай мы посмотрим, что мы можем сделать. Что мы будем делать. И на этом закончим. Так, что у нас тут? Уровень 2. Ох, ничего себе. Конвейерный разветвитель. Полевые исследования. ММА. Что такое ММА? Машины для молекулярного анализа исследуют новые или экзотичные материалы, найденные на неизведанных планетах. Радиомаяк. Используется для указаний интересующей вас области. Можно выбрать название и цвет, которые будут отображаться на компасе. Сканер объектов. Создает сигнал на частоте, который можно понять, как близко находится к этому предмету. Ячейки инвентаря. Опять ячейки. Ячейки для рук. Ага. Уровень 2. Уровень 2. Ассемблер. Ассемблер. Что такое? Создает одну деталь из двух. Можно автоматизировать, обеспечив подачу деталей с помощью конвейерной ленты, подключив к порту входа. Полученные детали могут быть извлечены автоматически, если подключить к порту выхода конвейерную ленту. Ротор, медный лист, модульный каркас, умная обшивка. А все это мы будем смотреть в следующей серии. А на этом я с вами хочу попрощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делите видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok